Всем привет! Сегодня у нас в гостях Вадим Соколенко и Елена Гачкова. Ребята создали свое собственное медиа-агентство «Сокол Медиагрупп». Привет, ребята! Для начала расскажите, на какой специальности вы учитесь? Я учусь на специальности инфокоммуникационной технологии системы связи. Это институт радиоэлектроники информационной безопасности. Я учусь на программе инженерии в институте ИТУРС. Как вам пришла идея реализации? Изначально мысль создать свое медиа-агентство меня преследовала последний год. Я буквально каждый месяц об этом думал, обдумывал все тонкости, какая стилистика и какое это будет направление. Как-то раз я все-таки понял, что нужно уже что-то делать, что нужно уже дерзать это дело. И я решил все-таки начать хоть что-то делать. Затем оно пошло как-то само собой. Появились знакомства. Мне очень сильно помогала Лена в этом всем. И вот мы сейчас имеем то, что имеем. А чем вы вдохновлялись? Я думаю, что мы вдохновлялись качественной работой. То есть мы видели уровень, который сейчас имеется, и средства, которые достижим для этого уровня. И мы предлагаем лучший продукт за, скажем, если будем говорить прямо, те же деньги, которые сейчас уже имеются. А вы, например, не брали другие какие-то агентства и на них не смотрели? Безусловно, мы засматривались на геометрию. Геометрия сейчас это геопро. Очень крутые ребята, которые делают очень интересный контент. Но наше ключевое преимущество от геопро в том, что мы разрабатываем всю работу. Мы ее делаем в конкретной стилистике под каждое заведение. То есть если у нас, скажем, геопро делает все в одной стилистике и будем говорить прямо, делают это за больше деньги, чем делаем за мы, то мы им не представляем особой конкуренции в этом плане, потому что у нас немножко другое направление. Лен, расскажи, какую роль ты выполняешь в агентстве? Роль? Для меня вообще, в принципе, честь быть частью вот этого вот прогресса Вадима. Я наблюдаю за этим, восхищаюсь. И помогать ему для меня, ну, это просто что-то большее. Вот. Вообще, я фотоаппарат держу в руках около полугода, и для меня наставником вот стал именно Вадим. Он мне дал камеру в руки и, так сказать, дал путь истины, поставил на путь истины. Вот. А какую функцию я выполняю? Ну, помогаю, безусловно. Я стараюсь выполнять все, что просит Вадим, подключать себя. Вот. Ну, ты уже видишь какой-то прогресс? Конечно. Угу. А трудно ли вам совмещать работу с учебой? Лично мне это делать довольно трудно. Вот. Очень часто бывает такое, то, что если у нас, скажем, есть какая-то работа, какой-то заказ, какое-то мероприятие, то мне приходится, скажем так, от него отказываться. Пускай там предлагают, ну, большие деньги, но приходится все-таки расставлять приоритеты правильно и ходить на учебу, потому что все-таки и то, и то для меня имеет большое значение. Но иногда, получается, по одному пути уйти, иногда по-другому. А тебе? Я как-то приспособилась к этому. Для меня уже и ночь это рабочее время, поэтому когда как. Вообще, в принципе, все успеваем. На самом деле, да, довольно сложно, потому что мы условно утром просыпаемся, вот, идем в университет, потом мы практически сразу после университета идем на работу. Вот, дело в том, что конкретно в Севастополе проходит довольно большое количество мероприятий, о которых, кстати, очень интересный факт, мало кто знает, потому что они плохо продвигаются, но это уже другая история. Вот, соответственно, мы едем на мероприятие, мы его снимаем и потом уже у нас есть очень большой промежуток времени, когда нас ждет очень усердная работа. То есть, скажем так, отснять – это полдела. Другое дело – это обработать, сделать так, чтобы заказчику в первую очередь понравилось и отдать весь материал. А долго ли вы думали о названии? На самом деле, да. Сначала у нас была задача определиться с концепцией, то есть, либо это какой-то продакшн, да, и они сейчас тоже довольно популярны, либо это какая-то просто организация, не имеющая конкретное подоснование под своим названием. Но все-таки я остановился на медиагрупп, потому что эта концепция заключается в себе объединении не только одного формата и не только определенной команды, но, скажем, мы можем брать других фотографов, других видеографов конкретного этого направления, потому что концепция позволяет. И мы можем служить для всех как агрегатором заказов. То есть, как у нас, ну, к примеру, да, есть такси. Есть такси, есть водители. Такси собирает заказы и распределяет их среди водителей. Также мы можем работать в этой концепции. А есть ли у вас какая-то база, где вот вы монтируете, редактируете фотографии или вы это все из дома делаете? Наше место работы, по сути, это весь мир. Пока мы едем на учебу, мы обрабатываем фотографии, пока... Идем. Идем. Ну, бывало и такое, да. Пока мы переправляемся на катере, мы просто достаем ноутбуки и начинаем работать. Монтируем ролики, обрабатываем фотографии, общаемся с заказчиками. Я никогда не выхожу из дома без пауэрбанка, внешнего аккумулятора, потому что у меня все очень быстро садится, потому что просто не вылезаю из соцсетей, из каких-то торговых площадок, потому что процентов 90 всей моей коммуникации с людьми происходит через интернет. Это, то есть, основная сфера нашей деятельности. С какими трудностями вы сталкиваетесь? Иногда это подводит техника. Вот, например, недавно мероприятие было Велопобеда. Мы встретились с Вадимом, уже, ну, начинаем, так скажем, разбирать все, обустраиваться на местности. Я достаю свой фотоаппарат и понимаю, что он вообще никак не реагирует на меня. Абсолютно. Конечно, печально, но здорово, что у Вадима есть запасной. Вот, таким образом мы выкрутились из этой ситуации. На самом деле это уже вырабатывается с опытом, когда ты уже работаешь с серьезными заказчиками, и ты понимаешь, что их подвести просто нельзя. Ты продумаешь все сценарии, все варианты возможных исходов и просчитываешь их вплоть до мелочей, скажем, ну, из банального, то есть села батарейка, да? У нас всегда есть с собой несколько запасных батареек, которые обязательно должны быть заряжены, пусть они никогда не используются, но они есть. И это как раз-таки подразумевает профессионализм в том, что мы не можем отменить съемку по своей воле. А бывают ли у вас какие-то конфликты между собой в процессе работы? Безусловно, бывают, как и, мне кажется, в большинстве коллективов, но это больше выстроено на какой-то личной почве. То есть профессиональных конфликтов у нас не бывает. Получилось так, что у меня, скажем, опыта в этом деле больше, чем у Лены, и какие-то советы или же наставления она принимает, ну, как я вижу, с большим удовольствием. Расскажите, с кем вы сотрудничаете? Сфера, РСМ, Российский союз молодежи, кто там еще? Киберсет, сеть компьютерных клубов. Парк Живой Истории, Федюхи на высоты, большинство молодежных организаций, также определенное количество заведений. Что вы можете порекомендовать людям, которые вот только в начале пути и вот хотят сделать что-то подобное? Я думаю, что стоит прежде всего определить то, как ты будешь развиваться. Нужно начать с того, что ты делаешь. То есть тебе должно именно нравиться, что ты делаешь. Когда твои мысли заключаются в том, что вот, если я буду делать столько, я заработаю столько денег, то они не совсем верны, потому что ты зацикливаешься на деньгах. У меня тоже была такая проблема, и она немножко есть до сих пор. Но когда я начал заниматься тем, что мне нравится, да, я убил, не убил, потратил три года на то, чтобы овладеть какими-то профессиональными навыками. Я потратил их, я считаю, не зря, потому что, ну, первая коммерция в фотографии, да, у меня пошла через два года после начала того, как я начал снимать. То есть это первые какие-то коммерческие заказы. То есть когда я начал получать деньги со своего дела, два года, это много. Но я понимаю, что этот вклад позволит мне приумножить свой капитал в течение меньшего времени, чем это начиналось бы с нуля. Весь, почти весь поток финансов, который сейчас мы получаем, мы вкладываем как раз-таки в нашу организацию. То есть это обновление техники, реклама, создание своего личного бренда, который уже, как я обратил внимание, узнается не только среди молодежи, но и среди авторитетных заведений и организаторов. Откуда ты брал опыт? То есть ты смотрел какие-то ролики или ты ходил на какие-то курсы? Получилось так, что у меня никогда не было наставника. Это, на самом деле, довольно большая проблема, потому что люди, с которыми я общался, которые уже умеют, скажем, фотографировать, популярные фотографы, видеографы, там, в студии, в мероприятии, остальное, у них всех, как правило, слышно само мнение. Я никого не хочу обидеть, но по факту это так. И это объяснимо тем, что у людей просто нет времени кому-то что-то объяснять. Наставничество, на самом деле, это довольно простой процесс, но проблема в том, что он требует большого количества времени. И когда ты относишься к своему ученику не как к человеку, которому нужно дать совет и чтобы он отвязался, как ты понимаешь, что твой ученик – это твой продукт. Чем лучше ты его сделаешь, тем лучше его будут покупать. И, соответственно, тем более, что он тебе благодарен. Я не скрываю того, что я научил Лену фотографировать. Да, это громко сказано, но все-таки она сейчас умеет то, что не умела, по сути, полгода назад. Сейчас она снимает очень серьезную коммерцию на всероссийской организации. И когда я задумываюсь о том, зачем я это делал, я понимал, что это прежде всего вклад в свое дело. То есть Лена мне сейчас очень сильно помогает. Она мой штатный сотрудник, если можно так сказать. Я понимал то, что когда я ее научу, будет некрасиво сказано, но я смогу ее использовать в своих целях. И выгоду от этого всего будут получать не только мы с Леной, но и все окружающие. Три качества для успешного предприятия? Первое качество – это любовь к своему делу. Второе качество – это трудолюбие. И третье качество – это знакомство. Знакомство мы подразумеваем не о связях, которые помогут пробиться в ту или иную сферу. Это уже не по нашей истории. А знакомство, которое помогут вам получить либо другие знакомства, либо результат. О каком результате мы говорим? Когда мы создаем предприятие, нам нужно понимать не только, чем мы будем заниматься, но и все, что окружает его. То есть это правовая сфера. Банальный вопрос, что открывать? Мы регистрируемся как самозанятые, как ЕП, как ООО. Это тоже довольно сложный процесс. Конечно, есть организации, которые с этим помогают, но когда вы находитесь в условии ограниченного бюджета, вам нужно изучить это все самому. И когда вы изучите это все самому, вы будете владеть информацией, которая позволит вам работать намного эффективнее. Либо же знакомство в сфере, например, по нашему примеру, мероприятия. То есть на данный момент мы плотно работаем со многими организаторами, с которыми нас познакомили другие организаторы. То есть это ваши рекомендации. Ваши рекомендации – это ваша работа. Ваша работа – это ваши деньги. Когда вы хорошо делаете свою работу, люди вас рекомендуют. Это основные знакомства, которые вам понадобятся. Трудолюбие и любовь к самому делу – это само собой, потому что без этого с мыслью только о деньгах вы добьетесь только убытков. Или быстро перегорите. Спасибо. Спасибо. Смотрите нас на YouTube-канале, сайте и социальных сетях Севгу. Подписывайтесь, задавайте вопросы и ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok